смотрите я предлагаю разобрать вот этот ноутбук он есть в репозитории у нашего курса недели 4 называется позитивный кодинг карьер с несущие частоты его составил владислав гончаренко за что им большое спасибо сейчас я вырублю хедер и если вы хотите его запустить локально вам понадобится поставить себе плот ли если вы хотите запустить в коллабе скорее всего она там работает честно говоря все должно быть нормально смотрите в этом сегодня не надо ничего ходить домой на просто смотреть ходить 7 мему себе трансформер это больно честно говоря но мы не успеем за семинары и смысла в этом особого нет поэтому я предлагаю сделать очень просто мы можем провести семинар условно обязательно часть кавычках она вся опционально покороче а потом мы можем с вами или разобрать уже непосредственно код этого гарвардский трансформер или про что поговорить или вы можете пойти пить кофе делать домашку и так далее то что тут достаточно короткий семинар потому что он просто аккомпанирует лекции чтобы вы поняли лучше четкой позицию кодинг и так смотрите у нас есть позицию кодинг и вот то что происходит на самом деле у нас есть позиция позицию кодинг для позиции поз и индекса 2 и 2 и четное место в этом векторе он на кодируется в оригинальном пейпере вот так позиция делить на 10000 в степени 2 и делить на д моду двое позиции в этом место в этом векторе не буду говорить позиция д модул размерность этого вектора 10000 волшебное число которое люди выбрали ну сейчас мы сами посмотрите у меня это что это то же самое что синус в степени в синус от экспонента в такой степени здесь маленькая проблема с нотацией мы уже потом поняли когда все сделали это немнимые единицы просто индекс просто не использовали и поэтому здесь тоже и здесь ничего комплексного нет хорошо то есть это экспонентов в такой степени умножить на позицию но если мы с вами вспомним хотя бы чуть-чуть матан вопрос номер раз к фистехом какого-то курса почему 10 в степени а это то же самое что и экспонент умножить на константу в степени а но здесь у нас знак сим то есть пропорционально стоит здесь же не равно и синуса нет внутри синуса вот эта штука короче она себя ведет так не хорошо не вот это пропорционально вот этому а показатель то что в синусе пропорционально тому что в этом синусе просто синус от того что мы добавили констант просто частота поменяется концепт вообще не меняет и то же самое что профинус к это омега ты теперь ты это наша позиция время как раз омега это наша частота ну а и как раз таки у нас вот экспонента от минус 2 и делить надо модуль это есть омега и у нас получит смотрите экспоненты просто функция до модула всегда константа а и у нас краски меняется поэтому для каждого каждой точке в этом векторе позиционал конинга у нас есть своя несущая частота которая зависит от и но для космоса абсолюции то же самое у нас просто получать сквозь на сумме ты до позиции это позиция слова в исходном предложении до 2 это позиция векторе давайте его называть местом вот позиция это позиция слова исходном предложении а место это место просто в векторе в котором тот пиксель на котором смотрим тот кусочек вектор да получается гармоника который мы раскладываем вот смотрите каждая гармоника это какая-то буковка и да ну понят дел 2 и 2 и плюс 1 да вот то есть каждый и у нас четко соответствует гармоника в космосе финс и мы можем отдел получить да тут как всегда есть немножко комментариев чтобы могли это посмотреть сами потом и мы можем посмотреть на то а как же она все-таки меняется с течением времени и зависит от знаменателя но собственно вот наш там изменять ли 10 8 10 4 10 во второй этаж у нас там знаменатель стояла и это то как меняется частота для каждой компонента тут мы рассмотрим максимум 8 зависимости от знаменателя мы видим чем больше знаменатель чем быстрее она распадает последствий специально это логарифм то есть она по экспоненте меняется ну или полгарифма вот это все происходит мы в лог шкале сейчас сидим так о чем речь помните я говорил про часы да вот у нас получается у первых часов частота 1 во вторых часов частота 0 4 у третьих там сколько 0 17 01 и так далее вот это те самые разные сип которому раскладываемся но разные гармоники для тех кто понимает и сейчас те кто ходили на лабы по физике наверное увидит что знакомое и она цель надеюсь тут есть матричка которая просто берет и для двумерного случая двумерного в плане у нас дим вот это д которая как он там назывался d model равно двум то есть нас двумерное пространство она для него визуализирует точки в этом самом пространстве то есть для первого места в предложении 2 3 и так далее ну мы можем вас генерить и кому это что-то напоминает кто может сказать как эта штука называется физики да это чистой воды фигура для сажу вот прям но она по определению даже есть мы с вами получили по сути какое-то представление из разных синусов косинусов то есть на самом деле она в более многомерных пространстве трехмерно допустим крутится мы с разных сторон можно на него глядеть меняя краски вот эту константу можно поставить 10 6 ведь что получается мы с другой стороны смотрим вот такая красота еще раз это не просто красивые картинки чтобы вам не знаю сказать смотрите магия это каждая точка вот у них видите цвета меняется эта позиция в нашем предложении нас последовательности они все находятся где-то и постепенно видите они как-то упорядоченно лежат причем что очень важно это будет в том в трехмерных графиках лучше видно у них даже плотность их группировки менять течение времени для двумерного случая это красиво визуализируется но не совсем понятно как сетка из этого что-то выучивает для многомерного получать краски что вот каждая точка у нас будет лежать где-то в нужной части этого многомерного пространства и определять какая на самом деле позиция была исходная что все вот это на самом деле какие-то синсоиды просто мы взяли культ проекте посмотрели не здесь у нас два измерения оба измерения это просто ну у нас dim model 2 вот нас вектор в который мы отображаем повешен конинг двумерный вот тут нет никакого времени тут цвет отвечает за то какая краски позиция пос какой порядок видите он постепенно ну ладно сейчас на 10 6 было видно что он постепенно куда-то видите снизу вроде как вверх начала растет на самом деле у него сверху тоже есть вот эти вот около нулевые начальные и они как меняются на 10 4 это наверное лучше всего видно об здесь вон ведь прямо у нас вот эти фигуры вот здесь мы начали и пошли такими ходить ушли сюда или сюда или сюда или фиде то есть это примерно начало это примерно конец но если вы внимательно будет смотреть у нас и здесь темные точки есть то есть он неравномерно переходит отсюда сюда он прям заметает все очень хорошо но с этой штука можно поиграться посмотреть на разные параметры вспомнить лабу по физике второй курс осциллограф ровно там у нас и были фигурами сажу и для тех кто хочет понять что происходит ну вообще вот что происходит у нас просто есть x и y которые от времени от позиции зависит вот по такой зависимости ну а и b и здесь сдвиг фаз между синусом и синусом данном случае на синус и косинус то есть двиг фаз пипполом но все же помнят да что синус и косинус на пипполом отстоят я надеюсь все помнят а то мы тут машинное обучение вроде как учим если мы тригонометрию забудем будет грустно значит ну и то же самое сразу для 3d кейса чтобы не быть голословным вот как эта штука уже выглядит в трехмерном случае например для какой-то константы все скажу к этом константа константа два в третий давайте поставим 24 классно вообще мы видим что она вроде как болтается в ком-то пространстве просто похоже на какой случайно распределение ведь правда но при этом на самом деле если на него смотреть внимательно то вы можете увидеть вот эту периодику и мы все еще наблюдаем что-то похоже на фигуру лица же просто первым в трехмерном пространство море на уже сложнее это рассмотреть но если учесть цвет уже в четырехмерном до цвет это позиция позиции не смотрите нас с вами еще раз исходная формула была вот синус омега т правильно омега частота т время здесь у нас сигнал меняется во времени это наше предложение меняется во времени то есть первое слово 2 3 4 так далее поэтому позиция это а омега это частота и она зависит краски от того в какой компоненте вектор мы откодируем да xyz у нас трехмерный вектор теперь и xyz это компоненты этого самого вектора то есть смотрите вот что происходит вот давайте возьмем любую точку вот нас вот эта точка xyz то есть для двухсотого элемента последовательности у нас будет x 0 86 y минус 0 40 а z минус 0 9 9 9 они постоянно разделяются и они причем покрывают какие-то периодические фигуры постоянно болтаются что краски и позволяет наши сетки потом отсюда как-то вытащить информацию о позициях вот но это на самом деле очень короткий ноутбук который был рассчитан только на то чтобы дать вам чуть-чуть понимание что тут происходит мне он нравится своей красотой тем что тут появляется фигурный сажу но мы когда надела смотрели пока ноутбук составляли было ощущение что сейчас счета из физики здесь прям появится явно но фигурный сажу в явном виде было увидеть очень радостно причем что интересно фигурный сажу и вылазит вот это очень явно и ровно с той константы которые предлагают статьи если их там менять 10 в 5 не знаю 5000 или 15 будет не так красиво что возможно это все-таки не просто волшебная константа ее тоже подбирали возможно нет я не занимался этим следует я не знаю вот смотрите еще раз позицию он коринг позволяет нам вот в это вот многомерное пространство данном случае целых двумерная очень много отобразить координату как ну просто . в этом пространстве причем они подчиняются вполне себе хорошим красивым периодичным законом вот как он работает почему он складывается ну правда я буду отсылать вас к оригинальной статье я если у меня будет время попробую может сам и и прочитать внимательно вдумчиво не про трансформер я имею в два про позицию он кодинг но сейчас я и читал по диагонали поэтому я не могу точно сказать почему именно сложение конкретинации но по моему это логично опять же в репозитории есть ссылка на данный ноутбук в коллабе вы можете запустить или же там есть ссылка на гарвардскую статью которая называется антенна она третит консформер которая является просто-напросто ноутбуком переложенным на в морду и я предпочитаю открыть его в гитхабе потому что тут поехал маркдаун вот он на самом деле замечательно что ребята вообще сделали этот ноутбук потому что посмотреть на то как трансформер написан глазами и причем написан по-человечески для людей со всеми комментами это прям удовольствие фу ну давайте как раз роман спрашивал что за дип копия сейчас мы про это расскажем смотрите у нас есть энкодер декодер подход все равно куда бы мы не шли у нас всегда он будет для этого нам нужно сделать для него класс класс у него крайне абсолютно вообще когда где угодно энкодер decoder у угодно у нас есть энкодер у нас есть декодер у нас естьразмерности у нас есть хоть генератор про генератор не бойтесь пока не имеет отношения ганам генератор это просто то что берет последний стоит вот то что нам выплюнул декодер и из него генерирует нам предсказания но слова по сути в данном контексте генератор они его так назвали это просто лэнин классификатор который отображает и скрытого состоянии декодера в слово-словаря, но назвали его генерат, вот так. И у него есть всего лишь три метода forward, encode и decode, ну encode и decode, чтобы были, можно было все запихнуть в forward, но так удобней. Вот видите, у нас self-decode от self-encode, от то, что было. И если обратить внимание, у нас здесь есть и SRC mask, и TGT mask, это те самые mask, про которые мы с вами говорили на лекции. Но mask, что он не видит все сразу. Энкодер может видеть на самом деле все и сразу, а декодер может видеть не все и сразу. Ну, как я говорил, генератор это просто линейный слой преобразования с softmax, там нет ничего страшного. Я даже не думаю, вы все это делали. Да, смотрите, сейчас до source mask зайдем, где он там появляется, но просто чтобы не бежать вперед. Ну и картинка, которую вы уже видели. Вот, сейчас мы будем смотреть на нее глазами. Для тех, кто любит стакать много слоев, причем делать это in true pythonic way, вот, copy, deep copy, и у нас тут прямо есть функция clones, которая нам ровно это и делает. в PyTorch у нас есть в модуле nn класс модуль лист, который берет нам список слоев и делает из них последовательности самых слоев. Что здесь происходит? Вот clones, ну, типа того, да. Ну, он, видите, он просто берет эту штуку и стакает, по сути. Ой, простите, не, 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 секуншил их друг за другом стакает, а этот в ширину, то есть они параллельно. Ну и, соответственно, copy, deep copy, это тот модуль, та функция, которая позволяет вам взять слой со всем, что в нем было, и сделать полного выклона. Зачем нам это надо? Ну, если у нас nn слоев независимых, то все хорошо. Ну, по-хорошему, да, как работать непосредственно под капотом вперед в доки. Deep copy создает именно полную копию, то есть это отдельный объект в отдельном куске памяти. Он по всем ссылкам проходится, на них тоже копию создает. Да, то есть он все, до чего может дойти, создает, на самом деле не по всем иногда можно нарваться на то, что он что-то там не сделает. Я читал какой-то corner case, это было где-то в разборе типа тонкости питона, но это совсем уже такой, знаете, крайний случай, до которого, как правило, не дойдешь. Итак, и что тут у нас? Ну, энкодер у нас состоит из чего? Layer forward. Ну, в энкодер мы должны скормить какие-то они, короче, как это нормально рассказывать? Смотрите, это то, как можно красиво писать код. То есть это не прям эталон, но это то, к чему, допустим, кто и стремится, пока мы учимся в этом курсе. У нас есть какая-то функция, которая нам просто позволяет настакать слоев в ширину, у нас есть энкодер, который представляет из себя вообще по сути обертку, он пока ничего не умеет. У него есть на вход количество слоев, которые мы хотим настакать в ширину и слои, которые мы хотим настакать в ширину. И все. Мы просто делаем их несколько клонов и нормализуем после этого. Что такое forward? Слушайте, кстати, возможно я вру, это все-таки sequential. Я, честно говоря. Не, это не sequential, он как будто какой-то какой-то и номер был дает. То есть просто можно интервью. Не, ну просто смотрите, по применению он все-таки по ним последовательно идет. Не, ну если бы это был именно sequential. А, хотя да, правильно. То есть можно их настакать так, можно так, короче, просто сделал несколько копий и все, правильно. Спасибо. Список слоев. Мы по ним можем как угодно ходить. В ширину, в длину, параллельно, не параллельно. Так что нет, он сам не конкретнирует. Это будьте внимательны. Ну и layer-норм, про которые мы с вами говорили. У нас есть просто два параметра средняя дисперсия. Посчитали, вычли, поделили, ничего не поменялось. На самом деле весь интерес будет вот в нескольких кусках. Это sublayer connection, encoder layer, decoder layer. Sublayer connection это тот самый residual connection а-ля ResNet, который нам позволяет взять то, что было, взять то, что стало и присобать к нему dropout, потому что dropout наш все. Ну да, во всем этом трансформере есть dropout. Ну мы про него уже не говорили, потому что, как само собой разумеющееся, когда у нас, не знаю, там 400 миллионов параметров, лучше все-таки как-то эту штуку регуляризировать. Даже с skip connection, потому что, ну потому что хорошо. И причем, смотрите, опять, что происходит. У нас есть forward, который принимает на вход какой-то слой, какой-то, торчевый, и применяет dropout к этому sublayer к тому, что мы отнормировали. Мы опять с вами можем сюда подать вообще любой слой, который из торча, он сам прокинет градиент, сам сделает все правильно. Это то, как лучше писать, но при этом поначалу писать достаточно сложно, все хочется в один класс засунуть, потому что ну вот все в одном месте классно. А тут все модульно уже. Да, но если вы пишете все модульно, не пихайте, как в этом ноутбуке, все в один ноутбук, потому что это не правило хорошего труда. Сделайте файлик типа module spy и туда все напихайте. Ну а теперь уже то, что нас интересует. Вот у нас есть encoder layer, в нем есть просто self-attention и fit forward. Self-attention опять же прилетает снаружи, мы его будем как-то описывать потом. Fit forward просто полносвязанный слой, который мы тоже скажем потом. И у нас есть, как его называют, маска, про которую мы говорили, видите, маска. На самом деле мы можем точно также маскировать и исходные данные в энкодере точно также последовательно. Ну это может быть по-разному. Допустим, у вас есть слова, которые прилетают вам на ходу. Ну вот вы в онлайне переводите. Тогда у вас энкодер точно также может получать на вход не все предложение целиком, а по кускам. Поэтому энкодер от декодера будет мало чем отличаться. Это понятно? Откуда взялась маска? Про декодер у нас по умолчанию последовательно работает. Ну кодер может сразу все скушать, посмотреть все со всем. А может очень также последовательно принимать на вход, потому что у нас в данный момент времени не вся информация доступна. Ну это возможность, к которой мы можем добавить и она будет работать. То есть если мы говорим с вами про перевод уже в оффлайне или отложенный во времени, у нас есть время, чтобы накопить всю последовательность, то он нам не нужен. А вот такой вопрос. Если мы в продакшене планируем такую вот фичу, когда последовательные слова приходят, нам нужно ли будет при обучении тоже, то есть обязательно такую маску будет? Ну а смотрите, вы учились только на последовательности целиковой. Тогда, когда вы ему скормите последовательность частичную, то есть вы обладаете информацией, что она не полная, вы будете рассматривать как цельную и вы не ту задачу решаете. Да, значит понятно. Ну то есть это уже такие тонкости. По-хорошему обычно, когда говорят про трансформер, все-таки говорят, что у нас маска торчит в декодере, а в энкодере у нас все сразу пролетело и мы довольны. Ну мы то же самое и в RNN как делали, по сути, мы гнали все сначала через энкодер, потом шли в декодер, правильно? Но тут мы обобщаем, говорим, сюда можно и маску засунуть. В декодере, если вы посмотрите, вообще ничего не меняется. Вот когда мы добавили маску, у нас теперь ничего не меняется. Только у нас теперь появилось, смотрите, в энкодере у нас на вход приходил только x и маска. В декодере абсолютно все то же самое, только у нас пришел x, маска для x, то, что мы возможно все видели. А еще в memory, это как раз то, что мы помним, это то, что нам выплюнул энкодер. x это уже не тот, который в энкодер пришел, а тот, который мы уже декодером нагенерили. И маска, соответственно, для их обоих. Все. То есть разницы, кроме этого, никакой и нет. Ну и LR у него абсолютно такой же. У нас есть mask, full memory, на который теперь надо посмотреть. И теперь нам нужно сначала прогнать masked attention, потом self-attention, потом энкодер attention, наоборот. Masked, потом энкодер, потом то, что у нас дальше будет всякие fit-forward. Ну вот оно, собственно, и происходит. Self-attention с маской, потом source attention, то есть на энкодер глядим, а потом fit-forward, бла-бла. Ну и да, клонирование как в ширь, так и в длину работает. Спасибо, что поправили. А то я не уже договорился. Так. Ну и вот та самая картинка, которую вы видели уже в лекции. Вот она, чистой воды. Это та самая маска, которую мы генерим. Просто маска позиций. Мы берем, делаем верхнюю, нижнюю треугольную матрицу. И ее потом просто-напросто будем умножать поэлементно с тем, что нам прилетело на вход. Пам-пам-пам. Фух. Attention. Ну, attention, я думаю, все умеют читать. Тут разве что хочешь сказать, это написано в тексте, что о чем мы используем все-таки dot product. Мы же говорили, что dot product вообще тупенький. Там все-таки лучше какой-то через матрицы перехода считать или считать вообще concat attention, который еще более умный. Почему dot product? Потому что у нас уже с вами есть две матрицы, которые позволяют нам что-то учить полезное. Которая веса для Q и веса для KIS. После того, как мы их выучили, мы уже переходим в какое-то полезное пространство. Мы их градиентами пинаем куда-то в правильное место. Поэтому dot product может быть полезным. В чем плюс dot product? Если у нас dot product attention, мы можем это расписать вообще очень красиво через матричное перемножение здоровых матриц. И это наше CUDA распараллеливает влет. Если мы сюда добавим матрицу перехода, то все будет медленнее. Потому что у нас уже нет такой красивой математики. У нас еще один тензор появляется. Его надо в середину вкрутить и будет считаться дольше. Но при этом работает. Ну это ровно то, что мы с вами говорили в этой серии. Точнее в серии слайдов про self-attention. Вот здесь у нас краски QV, QQ, VQ, VK и VV. Отшкалировали, сконкотинировали, объединили и так далее. MultiHead, еще раз. Это опять же просто берем этот самый self-attention слой, размножаем n раз. Потом все это вместе конкотинируем. Берем матрицу весов, в которую мы опять же выучиваем, умножаем на нее и получаем в итоге. Здесь происходит абсолютно то же самое. Взяли все, заинициализировали. Для всех кусков посчитали. Посчитали attention. Умножили на вот эту матрицу, оттранспонировали и получили то, что вышло на конце. Писать на торче, я думаю, все уже более-менее умеют. К концу семестра будут уже делать это абсолютно свободно. На самом деле это важный навык. Вам потом пригодится. Как минимум в дипломе, кстати. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Position fit forward. Но это просто последовательная сетка, которая у нас шла потом. У нас был self-attention, потом это normalize, потом, помните, была fit forward. Просто linear, linear, dropout. Между первым linear и вторым стоим стрелу. Просто линейный преобразование зачем? Ну, за тем, что мы хотим как-то, как было в исходных сетках, мы хотим сделать линейное преобразование, потом нелинейное как-то себе перевернуть, сделать черное линейное преобразование, чтобы у нас получать более полезные репрезентации. Тут тоже не на что обращать внимание. Ну, и здесь у нас есть вот этот волшебный корень из d, на который лучше поделиться, потому что иначе мы с вами будем раздавать себе дисперсию, чего мы вообще делать не хотим. Ну, а позиционал линкодинг, вот отсюда эти формулы взяты. Ну, и в оригинальной статье они такие же. Вот как гармоники выглядят в предложении авторов. Это то, что на первом, на четвертом месте, на пятом, шестом и седьмом. На самом деле, если вы посмотрите сюда внимательно, то вы увидите всего две различных фигурины, просто они повторены каждые по два раза и сдвинуты друг от носителя друга. Почему? Ну, потому что синус и косинус сдвинуты на пип-полам, здесь это и происходит. Вот пип-полам, вот пип-полам. Мы с вами там смотрели на эту штуку, скорее как на точку вот в этом пространстве уже на фигурку. На самом деле, это очень классно. И вот для тех, кто спрашивал, почему бы это дело не выучить, вот прямо есть ссылочка. Ребята из Гарварда прямо говорят, что мы тоже экспериментировали с выучивыми позишнл репрезентациями, эмбэдингами и обнаружили, что они дают очень похожие результаты, но при этом вот эта штуковина умеет масштабироваться на любую длину последовательности. Но пока наши с вами часы не истекут. Но такого не будет, потому что оно там экспоненциально падает. У нас частот достаточно, чтобы все закодировать. Теперь, это опять же для тех, кто пишет хорошо, это вообще очевидно. Для тех, кто пишет недавно, смотрите, мы с вами только что накодировали кучу каких-то классов. Потом просто можем сказать, make model, у нас есть два словаря, какие-то размерности, и в одну маленькую ячейку с кодом сразу собрать вот всего этого монстра-трансформера с кучей энкодеров, кучей декодеров, друг на друга настаханных и так далее. Ну, смотрите, у нас просто энкодер, декодер, энкодер такой-то, и у него сразу есть число N. Мы говорим, сколько раз ему там появляться. Декодер то же самое. Ну и инициализация параметров моделей. Ксавьер Initialization. Униформ. Да, кстати, для тех, кто любит шарит и так далее, я, возможно, это давно говорил, у нас обычно в Advanced во втором семестре есть опция докладов от вас в конце семинара лекции. Поэтому, если кто-то про что-то хочет рассказать дополнительно, замечательно. Почему я про это говорю? Если кто-то расскажет про инициализацию Ксавьера, будет замечательно. Не, я тоже могу рассказать, но у вас есть возможность сделать это самостоятельно, получить за это плюсик в харму, плюсик в баллы, плюс я просто буду рад, что кто-то тоже активно выступает на аудитории, на самом деле это классно, полезно. Ну и мы так себе еще преподаватель находим. Короче, если хотите, пожалуйста, вот я вам даже тему подкину. Просто до сих пор я про нее не раз, я про нее всегда говорил декларативно, и вот условно до следующего раза оставлю ее все еще в свободной форме. Если никто не расскажет, я вам потом сам расскажу. А там еще углородная инициализация. На, ну еще одна инициализация, да. Где тут она вообще? А, ну смотрите, инициализация, можно про нее рассказать. Это просто инициализация весов по-хитрому из каких-то распределений. Оно обоснованно дает нам чуть-чуть лучшее свойство сходимости, скорость сходимости. Короче, что-то она делает с моделью лучше. Если вы любитель байсовских методов, можете сказать, ну вот у меня есть какой-то прайор на мое распределение весов, вот это мое прайор дистрибьюшн, вот я на него смотрю. Ну, если вы пока с байсовскими методами не сталкивались, ну, когда столкнетесь, поймете, о чем речь. Праер – это просто априорное распределение, которое вы предполагаете изначально. Вот. Ну а дальше, в принципе, вообще ничего не меняется. На самом деле, я уже не буду это разбирать детально. Тут хочется сказать несколько вещей. Тут ребята не только говорят про то, как правильно сделать себе измен... Не измену, господи. Обновление learning rate. Они делят процесс обучения на две части. Сначала это называется warm-up state, когда у нас learn rate растет. То есть они сначала все больше и больше раскачивают модель, пытаясь дойти до того момента, когда она куда-то сойдется, а потом и бывает уже по логарифму. Ну, вообще говоря, это достаточно широко применяемая практика. Не просто его уменьшать, но еще и растить вначале, потому что вам сначала куда-то надо сойтись. Можно растить вначале? Можно сохранять, но при этом его... Смотрите, если у нас с вами не было удачной начальной цивилизации, а в среднем так и будет, нам с вами надо достаточно долго идти до куда-то хорошего. Если у нас с вами не меняется learn rate, мы можем долго идти. В смысле, если он сохраняется. Если он растет, мы можем прийти быстрее и начать вокруг этого места осцелировать. То есть мы с вами будем вот до этого момента, допустим, здесь мы уже пришли к ложбине, где нам надо теперь падать learn rate. Вот здесь мы вокруг него осцеллируем, потому что мы явно не улетим куда-то далеко. Если мы градиенты клипаем, ничего плохого не будет. Не должно быть. Может быть, но не должно быть. И потом мы просто уменьшаем learn rate, постепенно он становится достаточно маленьким, чтобы попасть в эту ложбину, еще раз, еще раз и попасть куда надо. Если он изначально будет маленький, ну, как обычно, у нас будет сходимость хорошая, но она может идти там, не знаю, много лет. Еще второй плюс, когда мы растим learn rate, мы с вами имеем возможность вылететь из локальных минимумов. То есть мы с вами не просто его сохраняем, а мы еще и даем ему больше шаг. Вот он уже попал в локальный минимум, такой, ну все, я ква. Ты ему такой, а вот тебе шаг больше. Он такой, а ладно, я пошел. Улетел. Ну, то есть это уже скорее такие решения, которые можно использовать, их использовать, они дают результаты. И, конечно же, чтобы все это дело давало вам плоды, вам нужно много машин, чтобы делать мультистарт. Ну, или хотя бы на одной и той же машине сделать несколько раз. Потом усредните или что-нибудь такое. Потому что один раз вы можете, это случайный процесс, вы можете куда угодно на самом деле прийти. Просто в среднем вы сойдетесь куда надо. И второе, про что хочется сказать, точнее попросить вас прочитать внимательно. Тут есть такие техники, как label smoothing, мы берем и сглаживаем лейблы, потому что нас не совсем устраивает предсказывать только конкретное слово. Мы можем брать... Фууу... Где тут оно? Операторы, во! Мы можем брать всякие такие модели и раскидывать их на мульти-ГПУ. Тут прямо есть хороший обвязок. Вот это можно прямо самому использовать. Если, конечно, у вас есть мульти-GPU, и вы такой счастливый человек, можете взять вот этот кусок кода и просто вставить в свои модели, он достаточно легко перенесется. Это, по сути, та история, как взять пайторчевые методы, подходы, не знаю как, код, и заставить ее работать на несколько GPUs, которые у вас есть. Конечно, у них есть все туториалы на офсайте, прям как там всякие data parallelization и так далее. Кстати, всем тоже совет, очень классно. Но здесь, прямо на примере, вот мы с вами только что сформулили трансформер, рассказали, что он может быть параллельный тут, 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 там и еще вот там, и у нас несколько GPUs. У нескольких GPUs в чем проблема? У них память не зашаренная. Поэтому надо раскидывать по-умному. Ну что мы, допустим, с вами в трансформере можем раскидывать по-умному? На разные GPUs. Ну, разные хеды, если они здоровые, допустим. Вот у нас на одну GPU 4 хеда вылезают, у нас их 8. Ну, 2 раскидали, они параллельно посчитались, объединились в одну. Ген, если мы с вами матрицу перехода одной и той же головы на двиг и пухи раскидаем, то будет плохо, потому что нам придется с вами сначала одну посчитать, ну, их посчитать вместе, потом опять сконкортинировать. Ну, это уже больнее, я имею в виду. На одну и ту же матрицу умножать на двиг и пухи уже тяжелее. Если они полностью независимы, будет гораздо лучше. Ну, и тут уже есть всякие замечательные колы. Короче, просто читайте, вкуривайте, это классно. И тут даже история, как все это дело можно взять, заставить считаться самому. Тут они предлагают использовать Amazon. Ну, у них, наверное, есть договор с Amazon. У нас нет договора с Amazon. И, конечно же, все то, что мы с вами перед этим говорили. BPE, Beam Search, усреднение с несколькими моделями, ансамблирование. Короче, все то, что вы узнали до текущего момента, причем не на прошлой лекции, а вообще, оно никуда не девается. Вы всегда можете строить ансамбли, оно всегда будет вам давать хоть какой-то прирост. Ну, хуже, как правило, не сделать, если у вас все модели в ансамбле обучены примерно одинаково. Вы можете использовать BPE, чтобы получить нормальный словарь. Это вообще на этапе словаря ничего не меняется. Вы можете усреднять какие-то предсказания. А, это уже сказал. Вы можете использовать Beam Search, чтобы сгенерировать лучшую последовательность. В декодере мы пока генерировали как? Мы брали лучшее из того, что было. По сути, жадно. Но жадно не всегда хорошо, потому что на следующем шаге может оказаться по-другому. Все, что было раньше, может быть использовано. Ну и тут красивая просто картинка, что вот у них есть трансформер, большой трансформер, маленький. И что он бьет почти всех, кого не лень, почти на всех датасетах, на которых не лень. Да, и учится быстрее. Да. Но, кстати, у меня этого нет в слайдах, я слайд тут залил. У трансформера с одинаковым количеством параметров, как у, по-моему, сверточной сетки, сверточной рекуррентной сетки для машинного перевода, вот у них одинаковое число параметров, трансформер учится в 4 раза быстрее. Не, имею в виду, на том же железе с одинаковым количеством параметров он работает быстрее, потому что мы как раз можем очень все эффективно раскидать параллельно. А там у нас вот этот sequential штука начинает тормозить и так далее. Что такое GLST? Ну там, по-другому, уже GLST, сэмбл. Какая-то модель? А, ну, слушайте, это, как его, Neural Machine Translation, G, короче, какая-то модель. Гугл, это, гугловая модель. Все, все догадались. Оп. Вот. Ну и вы даже можете нарисовать себе вот такие классные матрички, да, плохо видно красный цвет, вот этих самых word alignment, связь между словами и быть радостными, потому что у вас есть классная, не знаю, визуализация для вашего доклада на HTML, для вашего диплома и так далее. Ну, короче, здесь много всего полезного, чтобы просто скопировать код. Еще больше всего полезного, чтобы это понять. А основные концепты я постарался вам донести за эти два занятия, поэтому я надеюсь, у вас останется основное понимание, что здесь происходит. Да, и на эту штуку даже можно ссылаться. Если вы вдруг будете это использовать где-нибудь там в своих публикациях, дипломе и вообще везде, где угодно, ребят, ставьте ссылки, это правильно. Это вообще не имеет отношения к нашей лекции, просто часто можно увидеть, как, ну, в слайдах условно я вижу другие слайды, вообще других лекторов, ну, не в своих, а в своих тоже, но там нет ссылки. Вот у нас, если вы посмотрите, у нас всегда стоит там, типа мы взяли из Стэнфорда, из США, да, с этого, не знаю, там, туториал и так далее. То, что переиспользовать материалы, это замечательно. А вот переиспользовать их, при этом не сказав, чьё это, сказав, что это моё, но это как-то нехорошо. Ладно, на этой позитивной ноте защиты авторского права я закончу. Я все еще здесь, вы можете задавать мне свои вопросы, но сейчас я, правда, уже не знаю, что мне вам рассказать по ноутбуку, поэтому давайте уже дальше в индивидуальной форме. Да, домашка, спасибо, Роман, он нашел там багу. Домашка номер два, в ноутбуке есть небольшой баг, там не генерится этот сабмишн датсет, но вам можно этого не бояться, фикс я загружу в репозиторий. Короче, можно обученную модель использовать, чтобы просто предсказать на сабмишн датсете. Нет, домашка по этой? По этой? По этой теме, слушайте, в общем порядке по трансформеру домашки у нас нет. У нас завтра будет домашка по НЛП Лаба, именно, не автопроверяемая домашка, а Лаба, где как раз вас попросят, по сути, агрегировать все то, что было до сих пор в одно место. На следующей лекции что будет? На следующей лекции будет, как раз таки, выходная из НЛП лекция. Мы там с вами поговорим уже про Берт, но про Берт мы будем говорить совсем декларативно, потому что, во-первых, это не все, ну, в принципе, хотят знать сейчас, не все НЛП-сты. Во-вторых, это достаточно сложная вещь, поэтому кодить мы его явно не будем. Там уже даже код разобрать, это долго. Обученный-то есть, но хотя бы сказать вообще, как дошли до жизни такой и что за Берт, хорошо. И мы постараемся поговорить про другие тонкости из НЛП, которые пока не успели покрыть, допустим, про ИЛДА. Ну, потому что это вообще другая сторона, это, наоборот, очень простая модель, к которой мы говорим, о, давайте-ка мы вообще скажем, что вот вероятностные подходы это классно, зачем нам куча нейронок, давайте просто ИЛДА возьмем, и все будет работать. Ну, вот попробуем про это поговорить, если у нас правильно выйдет все с таймингом. Понятно, это планируется последний ректор по НЛП? По НЛП, да, после этого у нас начинается часть по ИРЛ, ну, и у вас идет, вот, лабу мы выдадим на этих выходных, скорее всего, или в понедельник там. Короче, мы постараемся тестировать от и до, чтобы у вас не было больших проблем с тем, что, ой, что-то не работает. То есть, и лаба будет там на 2,5-3 недели, то есть, где-то до второй недели ИРЛ вы можете ее делать. И она будет очень сильно перекликаться с первыми двумя домашками, поэтому, если кто-то их не делал, все равно придется это закодить. Там и многоголовые сетки будут, и attention будет, и так далее. Все.